Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами один из самых авторитетных профессионалов в области рекламной фотографии. Это фотограф Игорь Сахаров. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте! Игорь Сахаров – один из наиболее авторитетных коммерческих фотографов России. Живет в Санкт-Петербурге, где и создал свою фотостудию. Игорь не раз проходил обучение в Европе. Там же получил профессиональную категорию «Мастер» от Федерации европейских фотографов. За годы карьеры в портфолио Игоря Сахарова более 3000 съемок в самых разных точках мира. Прежде чем мы коснемся, может быть, более подробно вашей деятельности как гуру, наставника, давайте поговорим вообще о том, каков был ваш путь в рекламную фотографию, потому что занимаетесь вы этим несколько десятков лет уже. 27 лет. Да. А что изначально сподвигло, чтобы сделать это со своей профессией, не просто увлечение? Ну, поначалу было увлечение. Да, я камеру держу с 5 лет. В 91-м году решил уволиться из вооруженных сил в чине майора и посетить всю жизнь именно фотографию, потому что меня это привлекало. И пошел именно в студийную фотографию, пробовал и репортаж снимать и так далее, но репортаж меня не привлекал, потому что я снимал то, что есть, а она в те годы, начало 90-х, конечно, грязи полно на улицах было, все серо, уныло. И я пошел в студию создавать свой мир, свой идеальный мир, каким я хочу его увидеть. С тех пор я все время это и делаю, и создаю классные картинки, которые хорошие, добрые, все ее разумные, добрые, вечные. А именно такая специализация, как рекламная коммерческая фотография, приоритет был отдан этому исключительно из финансовых соображений? Конечно, конечно. Это самая высокооплачиваемая область фотографии. Вы востребованный на рынке специалист, но понятно, что не только руками фотографа, но и работой целой команды создается вот этот успех. Вот по вашему опыту, насколько тяжело или это вопрос везения, как собрать команду единомышленников, которая будет не просто хороша творчески, но и эффективно экономически? Самое дорогое – это команда. Команду очень тяжело собрать. Но не столько тяжело собрать, сколько тяжело сохранить. Потому что когда ты готовишь хорошего специалиста в своей области, специалист рано или поздно уйдет. Или переманят другие, или он уйдет в полностью самостоятельное плавание. И иногда специалистов готовили специально под свои проекты для работы в студии. И иногда брали хороших специалистов, уже подготовленных. Я всегда говорю, мы снимали. Не за то, что мы Николай Второй, а за то, что мы команда. А вот вы за кадром нам сказали, что члены вашей семьи тоже являются частью вашей команды. Обязательно, да. Как это случилось? По вашей ли воле или вы уже приняли это как факт? Это самые надежные члены команды. Они никуда не уйдут уже. Это точно. Поэтому, опять же, я взял итальянский принцип – принцип семейного бизнеса. И поэтому у меня члены семьи участвуют в моем бизнесе. Можете поподробнее рассказать, как они вам помогают? И жена у меня является генеральным директором студии. Она же продюсер. И она же мой агент, который двигает меня. Дочка окончила художественную школу. И отучилась в лодочках мастеров-визажистов. И теперь работает очень классно специалистом-визажистом, которому я полностью доверяю, который есть вкус. Потому что визажист у нас – это не просто накрасить губки и глазки. А это создать образ, нарисовать лицо. Мне это нужно… художником должен быть визажист. Вот так мы подготовили своего художника, который качественно работает. Как вы считаете, за годы практики в рекламной фотографии у вас сложился некий узнаваемый почерк? И если да, то какие нюансы, ну, допустим, отличают именно ваш почерк? Я всегда говорю, что заказчик идет именно за почерком, за рукой мастера. У меня сложился давно уже свой почерк. Я делал объемные фотографии, где работает цвет, тень хорошо. Не плоские, как сейчас модно снимать фотографии, а объем. Мне хочется прям потрогать картинку. За этим ко мне идут. Даже мои заказчики говорят, ехал по городу, видел щиты. Вот ты тот снимал, тот и тот. Я говорю, правильно. Ну, говорит, сразу видно руку мастера. Я всем рекомендую всегда, всем фотографам, заведите свой почерк, за которым вам будут приходить клиенты. А что касается вас, вы как-то находились в поиске того стиля фотосъемки, который вот можно будет назвать своим? Или изначально уже вы понимали? Он изначально пришел, да, и его постоянно развивал. Изначально хотелось, чтобы им фотография были живые и объемные. А вот вы говорите, что с детства начали заниматься. Ведь наверняка все с черно-белой фотографии начиналось, да? Цвет вам потом сразу стал интересен? Или ведь многие сохраняют любовь к черно-белой фотографии? Цвет, он по необходимости, да. А сложнее снять, на самом деле, черно-белую фотографию. В черно-белой фотографии работает свет и тень. А цветовая составляющая, она только мешает всегда. Я всегда свои фотографии проверяю, хорошо ли я снял, переводя их в ЧБ. Объем сохранился, фотография не стала серой, потому что я хорошо поставил свет. У вас иногда не бывает такой легкой ностальгии по тем временам, когда создание фотографий, печатание снимков, это был целый какой-то ритуал, да, когда закрывались у этих черных комнатах? Нет, сейчас намного проще. Да, сейчас проще, но вам нравится, что сейчас проще? Конечно, да. Я же работаю по принципу время-деньги. Если бы я все это еще печатал, проявлял, это кучу времени потратил бы, кучу материалов лишних, но при этом мне больше бы, вряд ли заплатили. А так я успеваю намного больше снять. И ожидал сразу виден на экране монитора. Меня это радует. А вы для себя как-то разделяете? То есть вот здесь это профессиональная рекламная, коммерческая съемка за деньги, а есть некие, там, может быть, проекты или какие-то опыты, которые существуют для души? Это экспериментально. Для души-то я не некогда снимать. А вот эксперименты я постоянно провожу, да, или когда к мне приходят клиенты, которые не способны заплатить, да, или благотворительные акции и так далее, я с удовольствием работаю за бесплату. Можете привести примеры каких-то таких подобных проектов? Ну, мы снимали, помогали приютам для животных. Снимали кошек, собак и совместно с газетой «Метро» размещали на страницах. И после этого из приюта забирали животных. Также мы снимали проект «Воплоти мечту». Снимали детишек из хосписа. Некоторые дети там возили желание, кто-то велосипед BMW, совместно с компанией BMW проводили. Кто-то захотел поехать в Париж, посмотреть, а кто-то захотел профессиональное портфолио. Вот мы снимали их и устраивали целый праздник в студии. Тяжело было, больно снимать, но сняли. А вы можете вспомнить какие-то кадры, которые вот для вас, как для зрителя, произвели на вас очень сильное какое-то воздействие, эффект сильный? На самом деле я стараюсь смотреть не так часто чужие фотографии, но вот те, кто меня цепляет, я с удовольствием буду смотреть. Как правило, это опять же старые черно-белые фотографии, или с удовольствием смотрю необычный взгляд фотографа Дмитрия Зверев, московский фотограф, стрит-фотограф, уличный фотограф, снимает архитектуру, жанр и так далее. Вот там потрясающая фотография. Настолько неожиданно, что я смотрю, я бы так никогда не сделал бы. Если я смотрю на фотографии, говорю, что я бы легко мог повторить, мне эта фотография неинтересна. Если не смог бы сделать, вот это интересно. Рекламная съемка, она же бывает разного рода, да? Можно фотографировать предметы, можно фотографировать людей. У вас в этом смысле есть какие-то приоритеты, что больше нравится? Мне больше нравится снимать предметы. Потому что они меньше капризничают. Да, они просто ни пить, ни есть всю ночь. Не гуляли, да, на дискотеке и так далее. И самое главное, когда я снимаю его предмет, результат на 100% зависит от меня. Когда я снимаю модель, мы уже результат с ней делим 50 на 50, ответственность. Да, вот, кстати, когда работаешь с людьми на площадке, вы на что больше полагаетесь? Ну, на некую интуицию? Или все-таки на практический опыт, который у вас уже наработан в большом количестве? Это симбиоз. И чуйка должна быть, да, и знание, опыт. И самое главное, я всегда, всех даже учеников учу, что когда дойдете в студию, вы должны знать, какой результат вы хотите получить. Не просто снимать, вдруг что-то получится, вдруг откуда ни возьмись, ничего и не взялось. Продумать четко, что вы хотите получить и добиваться этого результата. Любой фотограф, снимающий в студии, ну и не только в студии, на самом деле, должен в первую очередь думать. Сейчас большая ошибка многих фотографов. Никто не думает, как мы будем делать это. Надеюсь, что вдруг получится гениальный кадр. Бесполезная надежда. Надо думать. А вот сейчас же есть такая тенденция, да, что многие, в основном, начинающие фотографы больше полагаются на постпродакшн. То есть сейчас мы пофотографируем, а потом... А потом все это обширкало, да. А потом сделаем ретушь. Вы в этом смысле, я так понимаю, человек другой школы, да? Вы полагаетесь больше на препродакшн, то есть на тщательную подготовку. Я сначала, да, конечно. Сначала, потом мы должны фотографировать. Добиться всем фотоспособом. Ретачер уже должен фотографировать, ретушировать и довести дома. Он должен помочь. Но целиком полагаться на ретачер, что мы снимем некую заготовку, только можем вообще не снимать. В 3D тогда отрисовать зачем? Потому что фотограф обязан фотографировать. Как вы думаете, почему ушло вот это какое-то более тщательное, что ли, какое-то более шпетильное отношение к работе? Встал легок вход в бизнес. Купил фотоаппарат, ты фотограф. Почему-то все так считают. Что учиться надо, никто не думает об этом. Если я куплю скальпель, я буду просто владельцем скальпеля. Я не буду хирургом, потому что у меня нет знаний. А здесь купил камеру, все, ты фотограф. Бизнес и рынок, он все расставляет по местам? То есть если там какой-то молодой человек решил вдруг монетизировать свой талант фотографа, хотя вообще непонятно, есть ли у него этот талант фотографа, да, он только вчера фотоаппарат купил. Всегда ли успех заслуженный в вашей сфере, как вы считаете? Нет, на самом деле на каждую категорию фотографа всегда найдется свой заказчик. Сейчас время амбициозных дилетантов, да. Это самое страшное. Амбиции много, знаний ноль. Это самое худшее, что может быть. Но это бог с ним, это про любимых фотографов. Сейчас другая проблема, проблема зрителя. Зритель сейчас перестал различать хорошее и плохое. Почему? Ну, инстаграм ставил, все испортил. Уже не так много по музеям ходят, в театры и так далее. Все смотрят какие-то убогие сериалы. Я теперь на проантеилизер вообще не включаю. Потому что, ну, там такое, ну, раз показывают, что волосы дымом встают. Мне проще сходить в музей, да, тет-а-тет, с картином пообщаться, проанализировать, подумать. А современная фотография, она из-за своей обширной массовости себя же и губит. Сейчас у нас фотографов чуть больше, чем население Земли. У каждого есть фотоаппарат в том же телефоне, да, и каждый разбирается в фотографии. И вот из-за этого восприятие фотографии очень сильно упало. А вы сами как раз цениваете то, чем занимаетесь, как искусство фотографии или как ремесло все-таки фотографии? Единственник в первую очередь. Я работаю по техническому заданию. Тетка, мне нужно грамотно, технически все сделать. Я могу принести нотку своего, да, что чаще я делаю, привношу. Но, как правило, это стопроцентное ремесло. А художники – это фотохудожники. Хотя нет такой профессии, на самом деле есть фотография, есть художник. А те, которые называют себя фотохудожниками, на тебя уже проносят творчество свое. И, наверное, оно непонятно. Но каждому что-то свое вносит. И на самом деле в любую фотографию тоже свое вношу, свое видение, свой взгляд. И чаще всего мне удается перебить заказчика, что да, вот так будет лучше с точки зрения моего опыта, моих знаний и так далее. Вы не раз говорили в своих интервью, что по отношению к рекламной фотографии есть только один критерий. Эта фотография должна продавать. Ну, то есть она должна работать, выполнять свои функции. Здесь не бывает, нравится или не нравится. Фотография или работает, или не работает. Что должно у них быть, чтобы она работала? Она должна зацепить зрителя. Я всегда думаю о зрителе. Воздействую на подсознание зрителя. Потому что зритель сначала фотографию воспринимает на уровне подсознания, на уровне инстинктов. Тогда включается сознание и анализ картинки. Я цепляю на уровне подсознания. Я знаю о человеческих слабостях, о его инстинктах, потому что я изучаю это подробно. В Германии, где я учился, в Гамбурге рекламной фотографии, изучал такой предмет, как психология визуального образа. То есть как должна быть подача, чтобы зрителю понравилось. А вообще, если говорить о фотографии, как о собственном бизнесе, как вам кажется? Мы же в 90-е начинали, да? Да. Когда еще не было рекламной фотографии. Да, когда еще не было рекламной фотографии. С одной стороны, тоже сложная ситуация, да? Когда толком нет ни оборудования нужного, ни заказов, как таковых. И сейчас, когда переизбыток. То есть какая ситуация более сложна в плане достижения успеха своего бизнеса, как вам кажется? Да, и тогда было непросто, и сейчас непросто, но сейчас уже у меня просто есть опыт. Я пережил уже три кризиса, и легко их пережил. Многие те, кто начинал со мной заниматься фотографией, уже давно не занимаются фотографией, даже не знаю, где эти люди. Я же продолжаю этим заниматься, потому что я занимаюсь не просто фотографией, я занимаюсь фотобизнесом. А некий элемент везения или удачи вы делаете допуск на то, что вот должно в чем-то повести? Да. Вы считаете, вам эта удача сопутствовала? Да, Всевышний ко мне благословно относится. Продолжая разговор о профессиональной квалификации фотографов, вот я слышала, вы говорили, кстати, очень разумная идея о том, чтобы начать лицензировать фотографов, да, которые, ну, там, работают на рынке, на рекламном. А насколько эта разумная идея имеет возможность осуществиться в России? В России, думаю, тяжко это будет. Я думаю, что где-то в Европе, возможно, это уже происходит, да? Это и есть в Европе, да. А вот в России это тяжело очень. А что вами двигало, когда вы получали свои многочисленные европейские сертификаты, степень мастер от европейских геймдии фотографов? То есть это нужно было вам как некое подтверждение профессионального статуса? И в целях собственного продвижения, да, на рынке, то есть элементарно, да, маркетинговый ход. И некое эго у каждого человека, им движется собственное эго. Практический эффект это имело для вас, для вашей деятельности? Для заказчиков имеет. Не для меня. Мне все равно есть бумажка или нет, от бумажки у меня знаний не прибавляется. В том смысле, что диплом добавляет авторитета вам как в итоге? Да, заказчик смотрит, говорит, о, да, сертификат есть. И тогда для него это действенно. А вы для себя как-то определяли, почему за годы работы вы не растеряли какого-то азарта, удовольствия от работы? Я всегда перед собой ставлю цель быть первым. Я смотрю, что кто-то вылез вперед. Я говорю, так, Сахаров вперед, закрылся студию и работать. Это бывает, чтобы я его опередил. Вот и все. Опять же, собственное эго. Давайте напоследок такой слегка философский, открытый вопрос. Продолжите, пожалуйста, фразу. Я люблю то, чем занимаюсь, потому что... Мне нравится получать удовольствие и за это получение удовольствия получать деньги. В любой профессии надо максимум души вкладывать в то, что ты делаешь. Что фотографу, сразу по фотографиям видно, да, что повару. Повар с душой приготовил, он вкусно. А без души, потому что так надо, оно и пресно. Так что, чем больше вы работаете, не ленитесь, тем быстрее к вам придет успех. Секрет в большом труде, вот и все. И в том, чтобы не переоценивать себя, мне кажется. Это в первую очередь, да. Самым злобным зрителям и критикам, которым должен быть сам. Тогда ему будет проще. Не почивать на лаврах, ну, тоже не активно заниматься самобичеванием, а просто идти вперед постоянно. Хорошо, будем надеяться, что информация, которую вы поделились, будет кому-то полезна. Спасибо вам, что... Я буду только рад. Да, были у нас в гостях. Успехов вам. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!